всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блунт тд6 и в этой серии я буду сражаться с нашим боссом и как вы можете увидеть наш блунариус вернулся если до этого у нас был лич который несколько раз все повторялся 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 то здесь опять наш любимый блунариус так карта конфетный водопад правило испытаний а как понимаю у него натыкал у нас любой герой доступен я сразу же нам поставил бенджамина как раз таки проверил могу ли я его поставить и я действительно все это возможно все хорошо поэтому будем пытаться пройти чтобы все у нас было хорошо так может быть где-нибудь его вот здесь поставить потому что тут прям очень много попадает под его радиус и в принципе неплохо будет первым делом мы конечно же копим на самого бенджамина пока что наша обезьяна будет справляться по крайней мере я буду на это надеяться как минимум из-за частых битв с личом я уже привык привык к нему и обычный блунариус будет немного для меня непривычен потом будем смотреть что да как у нас получится надеюсь что все хорошо как минимум произойдет у нас так тут чуть немного опасно ну ладно немного шаров пройдет не так уж и страшно главное чтобы это тенденция не продолжилась так может купим дополнительного вот здесь например просто что был на всякий случай и в принципе он но пригодится немного да пригодится сейчас будем копить на нашу банановую ферму единственное что вот эта карта не очень такая для большой расстановки всех этих ферм потому что свободного места здесь не так много это очень даже обидно но мне кажется мы все равно поставим немалое количество этих всех ферм его они будут нам приносить большое количество денег так давайте первого поставим вот сюда давайте и как минимум здесь мы можем поставить куча обезьянов либо стиеров и прокачать их на нижнюю линию они тоже будут давать дополнительные деньги там все у нас будет хорошо я в это верю так все всех уничтожили прокачиваем дальше нашу банановую ферму ну что-то на самом деле много опасно становится но пока все справляется это радует надо будет потом еще инженера нам поставить чтобы он помогал потому что в самом начале он как раз таки будет очень хорош очень силен может быть даже сейчас буду уже на него копить так только тут уже о неплохо совсем справились так я бы вот тоже сюда куда-нибудь поставил потому что потом мы ему увеличим радиус и он будет очень даже далеко выстреливать то есть как минимум вот здесь он все будет затрагивать главное бананы с ферму успевать собирать это будет очень обидно ставим вторую сразу же правда вы посмотрите как то есть это ферма у нас прям здание находится на половину влезло но неплохо главное что у нас всего это влезло просто выходит и сразу же на грядку так прокачали ее потом если что уже будем прокачивать нашего инженера чтобы он нам помогал мне кажется уже даже где-то сейчас нам это надо будет сделать так но тут немного пройдут это не страшно всего 4 хп потратились это они сейчас будут восстанавливаться а мы еще скоро рынки купим вот тогда уже заживем так я бы еще был купил одну банановую ферму все и и прокачаем наверх и будем уже откладывать немного на инженера дано банки банки нам очень даже и нужны так обезьяна часть у нас справляется вот двойной пистолет очень полезная штука давайте сразу ее тогда купим на всех случаев и и как же сейчас деньги хорошо идут с ферм как же я их люблю в битве с боссами это мне кажется одна из самых неотъемлемых вещей так первый рынок у нас есть тут я немного вкачаю потому что у нас пойдет первый камуфляж вот как раз он и у нас так дальше вкачиваю и почти второй рынок все это тоже меня радует вот здесь бы я нам поставил мага прокачал его до огненной стены потому что на следующем уровне уже на следующем раунде пойдет свинец а огонь очень хорошо исправляется точнее как огонь то в принципе единственное что справляется ну еще лазер вроде бы или снайпер ну или еще там что нибудь сейчас окажется что очень даже много чего справляется ну это правда на самом деле но что бы нет так вот эту бананную ферму уже будем вот так вкачивать посередине и по нижней линии потому что как ни как это будет выгоднее а вот в самом начале лучше все таки идти по верхней линии потом можно будет уже и по нижней тем я тут если что вам сделаю такой инсайт о том что он уже готовится и начинает сниматься новая серия по скайблоку я очень рад что есть люди которым как бы это стало интересно то есть много людей захотели продолжение там еще вот что-то поспрашивали это на самом деле очень здорово что так вот есть я думал что никому не понравится поэтому спасибо большое так пока у нас вообще все в порядке идет зря я наверное этого прокачал потому что я забыл что у нас тут есть маг и как бы он еще на обратном пути бы выстрелил и уничтожил пять рынков есть дополнительные хп начинают идти во всем сейчас будем стараться накопить на еще один рынок и тогда уже будем готовиться к боссу нашего которого я конечно же что-то не очень уж и жду так как мы быстро на рынок то накопили еще один вот шпилькомет это то что нам здесь надо прям необходимо вот здесь еще один вот здесь даже наверное до форсажа можно его накопить потому что тут он прям пригодится как минимум очень даже сильно так у нас еще два раунда я бы хотел до некроманта эту везенную магу нас докачать 2 800 в принципе немного то есть все уже есть и сейчас будем ставить наш ой ой о блин бомбометатель это как раз хорошо что как бы в основном он будет здесь бить а шары вот здесь уже на подстраховку будут лететь потому что шары это штука опасная так все убить саму ап у нас есть блин дайте обезьяне могу поубивать тоже шаров чтобы у него тут шары оставались запасные так давайте так же я вот здесь поставлю нашу обезьяну ниндзя чтобы она также все уничтожала так и все теперь будет хороший урон наноситься по этому лабу так тут тоже мы форсаж прокачаем у с первой волной мы справились а деньги у нас появились я бы хотел что бы я хотел ой не тут так давайте вот так прокачаем это нам точно надо будет потом мы же из них еще сделаем судно которое нам будет деньги приносить то все только нам на руку будет а так они их еще будут поджигать дополнительный урон наносить фу первый класс уничтожен ну и как я рад этому так давайте ладно дальше ускоряем о здесь еще можно будет поставить все еще один рынок у нас есть так тут теперь будем ставить будем сейчас главное прокачиваться и прокачиваться еще рынок больше рынков не на самом деле кстати что то я наверное зря сказал о том что здесь негде ставить здесь можно прям неплохо найти место немало как минимум так еще рынок у нас как раз еще будут хп копиться а это очень нам уж и надо потому что как-никак этот блонариус выплевывает эти шары постоянно хотя с каждым разом они будут все больше и больше дамажить поэтому эти хп будут немного наверное бесполезны о ну а первый но мы с ним точно должны справляться у нас не должно возникать каких-либо трудностей пока что ставим дальше наши рынки и будем этих флибустеров прокачивать чтобы они нам тоже деньги приносили вот сюда здесь еще где-нибудь можно будет ну вот так хотя бы оставим и все теперь наверное будем дальше флибустеров наших вкачивать чтобы они нам деньги приносили раз два три четыре пять шесть семь восемь десять 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 четырнадцать четырнадцать пятнадцать рынков у нас есть и считаю это неплохой уже результат так и будем дальше копить ой я даже не заметил что у нас так быстро деньги пришли в торговое судно плюс сейчас будет еще приносить большие деньги ну как не прям уже большие но хорошие ощутимые как минимум так давайте что ли тут еще рынок мы сможем поставить и я бы нам начинал выстраивать друидов куда-нибудь вот здесь в принципе мне кажется это нормальное место по крайней мере попробуем как у нас тут все выйдет вот этот у нас будет самый главный а вот это будет его приспешники конечно сразу же мы не накопим потому что нам еще немало денег надо ну да ладно успеем как минимум эти молнии нам будут помогать очень сильно дефать все вот это первые волны да и теперь самое главное осталось накопить эти 40 тысяч уже ему поменьше так использую тут скилл чтоб дополнительные деньги мы получали ну копится на самом деле неплохо и в клубу стеры тоже неплохо денег приносит тут увидел что мы можем прокачать банановую фирму до центрального рынка и чуть не удержался и не прокачал хотя потом вспомнил что у нас есть дела поважнее есть цели поважнее даже так и остается нам накопить всего это 15 тысяч но мы им пока даже одной шкалы не пробили но зато потом когда у нас появится вот такой вот друид очень сильный очень сильный тем более мы его можем бафать спокойно алхимиком например ой это будет вообще здорово так ну кстати первую ему пробили вот теперь пойдет очень быстро урон посмотрите как ему все наносится друид просто все уничтожает на своем пути это именно то что нам надо все второй класс тоже у нас уверенно был побежден как мне кажется сейчас я бы хотел посмотреть вот можно сюда еще пробовать рынок поставить а тут понял что нам надо было где-нибудь ставить самые обычные эти фермы чтоб потом у нас как бы забрала наша деревня то вот насчет этого я совсем протупил кто забыл ну не знаю может быть мы сделаем так чтобы он нас хотя бы такие фермы забрал чтобы хоть что-то добыло в принципе он должен наверное все это поглотить хотя насчет вот этого я не уверен это навряд ли у нас все влезет давайте тогда сейчас будем прокачивать центральные рынки потом уже все сделаем я надеюсь что это очень сильно на нас не повлияет еще мне конечно интересно вот следующий класс как мы с ним будем справляться надеюсь что друид до этого хватит или же нам надо будет еще чего-то добавлять в любом случае у нас еще целых один с раундов перейдем успеем если что набрать хп у нас кстати вообще уже большое количество надо будет еще потом сделать так чтобы этот друид видел камуфляж что это очень сильно будет помогать нам а флибустер это классно что смотри он вот так выстреливать сразу же на три линии это очень здорово так еще центральный рынок а деньги то как пошли круто на самом деле еще еще и здесь наверное уже будем обезьяна полис этот ставить прокачивать ну неплохо хоть так типа пять ферм он заберет но если бы я вспомнил про это и как-нибудь продумал мне кажется чего-нибудь получше мы бы смогли сделать это точно так уничтожайтесь давайте побыстрее нам тут деньги нужны он даже четыре забрал вот это подставы на самом деле я честно думал что он все там заберет так вот давайте вот сюда поставлю теперь надо быстрее сюда банановую фирму ставить и вот здесь еще одна была они все влезают и это здорово так тут пока не хватает денег на это ну сейчас мы копим и будем уже готовиться к следующему нашему классу блин все равно знаете у меня ощущение что что-то сделал не так ой 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 или все хорошо или это просто зря у меня такие ощущения надеюсь что они просто зря да так совсем чуть осталось еще накопить наверное я бы сейчас начал копить на обезьяну аса обезьяна ас это конечно очень здорово или или же посмотри сейчас вот я буду думать вообще можно было бы сделать сделать вот он типа вот сюда вот его поставить и прокачаем его на верхний уровень вот его мы продадим хотя он мне кажется довольно таки очень полезен нам был вот сюда еще поставим чтобы у нас обезьяна ас был под действием яд как он под действием этого скилла полезного напитка нереального так и вот смотрите он тоже влезает пока я вот сюда отмечу чтобы не все в одном месте были почти вечный это отвар у нас уже появился еще бы конечно знаете где не тут деревню поставить чтобы она всем бафы давала так так все вечный отвар у нас тут есть все пускай они тут все хиляются как не все можно кстати вот здесь попробовать деревню поставить попробовал блин ничего не вышло так ладно давайте возвращаем его обратно так дарки камилат пускай он летает за мной сейчас как я ему скажу будем сейчас на мэда тогда копить да он стоит 60 тысяч почти мы уже в принципе это и накопили на него 350 тысяч мы должны пробить я так думаю тем более у нас мэт под вечным отваром друид под вечным отваром обезьяна ад пока что не копущая так уже пробили мы на самом деле большое количество урона ему вот сейчас еще друид подключился вы посмотрите а это ведь только начало дальше будет жестче так я верю в нас поэтому и иду качать центральные рынки не ладно все теперь будем добивать его так такие обезьяны некромант очень даже хорошо помогает на всякий случай как минимум мне от нее спокойнее живется так ставим на закрытую куда-нибудь вот сюда пускай он тут стреляет нам помогает так осталось ее прокачать и еще вот эти наши фермы пока у нас вообще все здорово мне все это нравится обезьян деревня кстати все равно неплохое количество денег уже нам принесло и главное она нам освободила место для еще вот этих ферм которые нам тоже кстати уже много принесли так давайте я тут еще либо серов поставлю как можно больше а у них еще какие-то бонусы идут от ферм точнее от рынков надо будет посмотреть что они нам дают я ничего не могу тут уловить о что-то можно было во ставим прокачиваем у нас восемьдесят тысяч уже я даже не заметил как мы это накопили пока плебустеров ставил вот этого можно будет прокачать до торговой империи даже еще нам будут бонусы давать и сейчас вот так вот будем ставить во теперь у нас вообще не должно быть каких-либо проблем то есть 130 даже тысяч денег во пока наверно нам этого будет достаточно и сейчас они будут приносить все то что нам им надо так я бы еще здесь поставил шиповый завод и прокачал его на бесконечные вечные шипы тоже безумно полезная прокачка можем мастера бомбометателя вот так вот поставить потому что хотелось бы знаете попробовать создать парагона все равно мне кажется у нас будет тут возможность конечно следующий класс мы должны наверное и без него пройти мне кажется у нас все будет под силу ну вот их мы на всякий случай создадим тут чтобы они уже наносили хоть какой-то урон уже как-то копились потому что к сожалению я нечаянно продал эту обезьяну ниндзя и все что у нее была накоплена исчезла просто исчезла скажем так добавим им вот это чтобы они хоть как-то получали дополнительный дополнительную мощь что ли о я еще знаю нам надо бы снайпера можно его где-нибудь поставить с вечным отваром о классно так я даже не знаю как сделать наверное вот так вот будет потому что он дает как бы ауру чтобы другие обезьяны больше наносили урона по всем лабам она вот еще вот так вот сделаем чтобы у нас вот эти обезьяны наносили урон по всем видам шарок вообще 300 тысяч тем временем мы накопили причем я бы не сказал что мы старались все это накопить так давайте все скилл юзаем и мы ему уже пробили 500 тысяч хотя он даже не дошел до нашей главной линии где мы наверное больше всего будем наносить урон хотя у нас же тут наш мэт плюс фантом или как он там сейчас пробую найти курсор для начала а летающая крепость плюс они под бафом алхимика это уже невероятный урон а тут же еще и друид будет а с друидом то вообще здорово а мы еще почти на парагоны накопили четыреста шестьдесят тысяч у нас поэтому прям все будет здорово нет ты что пальцем попростил немного так половину хп все у него нет уже несли мы это все уверенно так друид тоже теперь у нас пошел в атаку причем в очень хорошую не аж показать что мне что-то подлагало так последние последняя шкала у него сейчас и будем готовиться к следующему классу хотя если так посмотреть он всего чуть-чуть прошел вы видите как бы тут еще очень много линий а мы его уже почти уничтожили конечно на последнем классе будет посложнее наверное я не помню сколько у него там хп будет но с учетом того что мы уже накопили на парагона и сейчас я буду просто как бы его прокачивать может быть еще кого-нибудь поставим то проблем у нас никаких не возникнет вот давайте сейчас уже буду все делать дополнительные деньги тратить сколько у нас тут они ну кстати неплохо уничтожают вот это обзян ниндзя прям молодец просто тратим денег у нас много 750 тысяч целых целых что меня очень радует то есть мы на этой карте сможем все равно зарабатывать хорошие деньги и флюбустеры кстати приносят прям неплохо с учетом того что мы их поставили всего недавно так 109 раунд у нас нет пока не тороплюсь абсолютно немного немного ставлю наших ниндз вечные шипы у нас еще кстати на подстраховке вот вечные шипы я прям люблю это классно я поначалу не знал в чем их прикол то есть я обычно качал шиповый завод наверх или на низ ой или на посередине а потом что-то решил попробовать нижнюю линию сделать и все я понял что это мое это реально то что мне надо так 800 тысяч у нас еще целых 9 раундов я так думаю что нам в принципе этого должно хватить чтобы добрать его до минимального уровня а минимальный это у нас что-то там будет степень 33 по моему где-то поэтому давайте сейчас попробуем создать посмотрим ну 31 ну слушайте практически в любом случае это сейчас будет просто невероятный урон который нам так нужен так еще вот здесь вот и может быть создадим второго парагона с этой стороны 400 тысяч он будет стоить если что будем просто продавать наши всякие фермы чумбы нет они нам уже будут полностью не нужны так зато парагоны это сила парагон это то что нам и надо сейчас в принципе можно правда начинать если что уже продавать все все равно в любом случае мы накопим эти 400 тысяч даже если я вот так вот буду тратить ой на одном шпилькомет к сожалению пока что нету парагона у шпилькомета хотя на самом деле я хотел бы вообще интересно вот как будут выглядеть все вот эти вот парагоны пока что у нас всего три и уже хоть что-то потому что когда я только начинал играть там даже парагонов никаких не было ну и я в шестую часть только играл может быть в пятой уже что-то было такое так вот наш тут последний раунд 119 перед началом великой битвы так ну давайте все создаем 24 кстати неплохо все равно я думал что будет похуже так давайте я вот это вот продаю тут продаю у него 3 миллиона хп так вот это вот я все делаю снимаю чтобы он бил и мы ему уже снесли 600 тысяч 700 тысяч еще использую скил первый миллион мы снесли все осталось так же 2 как это быстро слушайте уже ну уже все половина хп у него нету надо же так это я просто на всякий случай так всех вкачал и я понимаю что мы бы наверное справились с этим лунариусом даже если бы у него было миллионов десять хп потому что он всего на самом начале ну и уже уничтожен уже все 200 тысяч хп так все его нету уничтожен 123 раунд сейчас допройдем победа блунариус побежден шаров пробита 14 с половиной миллионов получено денег 2 с половиной миллиона башен размещено ровно 100 ничего себе так обезьяна звезда это обезьяна аз ничего себе 6 миллионов хотя мы ее поставили довольно таки давно очень не так уж и давно ну она очень хорошо отстреляла если что можно будет потом пробовать элитного проходить мне так кажется что с тем что мы имели на данный момент мы бы исправились с элитным довольно таки спокойно как мне кажется но на этом я наверное буду заканчивать это видео я надеюсь оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока